Добрый вечер, уважаемые слушатели. Значит, наш нынешний раздел Лех-Леха начинается такой фразой. И сказала Шем Аврааму, иди себе из страны твоей, отродни твоей, из дома отца твоего в страну, которую я тебе покажу. Ну, на первый взгляд указание понятное, но, в общем-то, совсем непростое. Сразу в глаза бросается его кажущаяся неопределенность. Значит, это такой стандартный оборот русских народных сказок. Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. То есть надо идти, значит, вот куда-то, да, а сам маршрут и его цель будет только по ходу пьесы определена. Значит, это первое. Второе. Если бы было написано проще, значит, иди из дома твоего в страну, которую я тебе покажу. Ну, чем это отличается? Очевидно, с географической точки зрения ничем. То есть Авраам должен выйти из своего дома в Харане и куда-то там идти. А здесь применен вот такой вот оборот. Значит, отродни твоей, из дома отца твоего, из страны твоей. То есть зачем-то три раза повторяется более или менее одно и то же. Но, как мы много раз говорили, Тора никогда лишних слов в Торе не бывает и не бывает даже одной лишней буквы. Из этого мы можем пока сделать такой вывод предварительный, что вот эти три обороты из страны твоей, отродни твоей, из дома отца твоего – это не совсем географические определения. Дальше Всевышний добавляет «И я сделаю тебя народом великим, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь благословением». Только какое вот это вот отношение имеет к незаявленной цели путешествия? Классический комментарий говорит о том, что выполнение Авраамом столь, ну еще Авраамом, да, с одной буквой «а», вот выполнение Авраамом столь неопределенного приказа явилось, по сути дела, его испытанием, и было засчитано ему в праведность, а всего испытаний устная Тора насчитывает 10. Но есть и другая проблема. Значит, первую проблему мы определили неясно, откуда выходим, и совсем неясно, куда идем. А вторая проблема – это оборот лех-леха. Значит, мы его перевели «иди себе», да, вообще говоря, довольно странный грамматический оборот. Если бы было сказано и сказал Ашем Аврааму «иди из страны твоей, в страну, которую я тебе покажу», было бы короче, проще и понятнее. Ну, лех-леха, значит, на самом деле его можно перевести по-разному. Это может быть и эмфатическое усиление идеи, да, двойное повторение слова, когда мы очень часто в молитве в каких-то местах говорим «Амен в Амен», то есть первый «Амен» истина, да, будет, а второй «Амен» говорит про первый «Амен», что это истина, да, или когда обращается Малах, повторяя дважды имя «Авраам, Авраам», да, то есть некое усиление, значит, «Авраам, слушай внимательно, я с тобой разговариваю», там, и так далее. Значит, это один вариант перевода, да, просто усиление, то есть как бы «иди» с восклицательным знаком. Но это можно перевести по-другому «иди для себя» или «ради себя». И можно перевести так «иди к себе», ну, что вообще непонятно, а находясь в доме отца своего, ты не у себя, да, что значит «иди к себе». И, наконец, есть такой вариант перевода «выйди в себя», то есть «пойми себя». И тогда приказ может звучать и так. «И сказал Ашем Аврааму, выйди в себя, пойми себя». И тогда в указанной мной земле, ты ее не знаешь, потом узнаешь, ты станешь великим народом». Такое обращение Творца к первому еврею по зрелом размышлении, ну, не является чем-то совсем неожиданным. Если мы вспомним о нашем сходстве с Создателем, да, мы созданы целем и логим, и как следствие ему принадлежащим, Создателю, но тем не менее нашем неограниченном потенциале, то тогда все, что нам остается для прояснения ситуации, это вопрос «а что нам о себе известно?» Значит, ответ довольно простой и понятный. Все, что мы о себе знаем, это наши реакции на внешние раздражители. Или по-другому, как мы себя вели и что ощущали в ситуациях, в которых мы оказывались. И единственный способ знакомства с собой – это контакт с окружающим миром. Ну, давно известны эксперименты ранших времен, когда брали ребенка, заточали его в некое такое закрытое помещение, его там кормили и прочие безмолвные, значит, прислужники, и через некоторое время его оттуда выпускали, но он человеческой личностью не был. И, соответственно, как человеческая личность себя не осознавал. То есть отсутствие контактов с окружающим миром не дает возможности раскрыть себя, невозможна самореализация, то есть открытие в себе божественной составляющей. И таким образом вот этот призыв Всевышнего – «иди к себе, пойми себя» – эти слова открывают принципиально новый тип общения, новую страницу, так сказать, в истории отношений создателя с его творением. И, покидая узость исключительно своего внутреннего мировосприятия, мы в столкновении с альтернативными внешними точками зрения на свое «я» получаем шанс на самораскрытие. Подобно тому, как сказано об одном из свойств Всевышнего – «творящим множество душ и их недостатки друг в друге». То есть Всевышний творит не просто души, а души, которые друг в друге испытывают недостаток. И прелесть этого мира, в котором мы живем, это потребность друг в друге, в возможности давать друг другу, тем самым дополняя себя до подобия все дающему творцу. До тех пор, пока я один и не сталкиваюсь с окружающим миром, я никому ничего не могу дать. То есть вот эта функция творца дающего для меня оказывается недоступной. И выйдя из себя на контакт с окружающим миром, вот смысл приказа творца. В этом контакте я обретаю, Авраам обретает право на божественную составляющую своей личности. И теперь Тора детально объясняет нам, откуда, собственно, должен выйти Авраам. Человеческая личность определяется, грубо, конечно, тремя измерениями. Родня – это генная информация, все то, что делает человека сыном, внуком и так далее. Короче, звеном в бесконечной цепи поколений. Родня – это те, кто меня сделали, и это то, что я передам своим потомкам. Дом отца – все то, что вкладывается в понятие воспитания, формирования личности. Твоя страна – это весь круг общения, влияние которого, ну, в сочетании с другими факторами, определяет все особенности нашей личности, то, что называется ментальность, язык, словарный запас, вкусы, привычки – все, что мы обозначаем не очень вразумительным понятием личность. Именно в этом измерении твоя страна проявляется уникальное свойство человека – свобода выбора. То есть те люди, окружающие меня, и то, под чье влияние мы подпадаем, зависит, в частности, и от нашего собственного выбора. Я могу подружиться с этим или с этим, я могу общаться с этим или с этим. То есть здесь какой-то личный, если, так сказать, дом отца от нашего выбора не очень зависит, вот уж где родился, там родился, то твоя страна, она еще и от нашего выбора зависит. Ну и, наконец, четвертое измерение человека – это страна, которую потом покажет нам творец. Это наличие потенциала, позволяющего ее достигнуть. И это есть отличительная черта еврея. Ну, тут 30 секунд отвлечения, старый анекдот эпохи начала 90-х, что родина еврея – это как школьный предмет. Есть физическая, там, где он родился, есть историческая, эритис Раэль, и есть математическая, да, ту, которую он сам для себя вычислил. Да, так вот, это страна, которую показывает творец и моя возможность ее достигнуть. Значит, значит, если родня, дом отца и твоя страна – это, по сути дела, некие причинно-следственные связи, которые определяют линию развития и жизни человека, то вот способность разорвать эту причинно-следственную связь, она присутствует как еврейская составляющая во всех основах еврейского бытия. То есть, да, Авраам родился в семье Тераха, в Урказдиме, пришел в Харан и так далее, и так далее, и это было предопределено фактом его рождения, но он способен эту причинно-следственную связь разорвать. Ну, в кругообороте нашего еврейского года это чисто еврейская компонента разрыва причинно-следственных связей это Йом-Кипур, день искупления. Этот день, который, в отличие от всех прочих еврейских праздников, не имеет никакого отношения к народам мира и весь целиком посвящен строго интимным отношениям Творца и его народа. И когда мы читаем вечером перед Йом-Кипуром кол недрей, то тем самым мы разрываем все причинно-следственные связи. Все, что нас привязывает, держит как бы вот в старом измерении. Мы очищаем себя и выходим в новое измерение. Когда исчерпаны все рациональные доводы десяти дней трепета, то евреи обращаются к последнему, только у них имеющемуся средству, абсолютно нематериальному. Это любовь создателя к своему первенцу. Вот эти три измерения человеческой жизни учеба, семья, работа, они настолько фундаментальны, что сама постановка вопроса об уходе вызывает по меньшей мере недоумение. Разрешить его можно просто. Еврей обязан научиться видеть во всех компонентах своей жизни только лишь средства для достижения того бесконечного и потому невоспринимаемого, что хочет подарить нам творец. Уход от обычной человеческой системы ценностей необходимое условие для выхода в надмирное измерение в отрицании приходящего залог вечности. Это первое, что я хотел сказать. И теперь второе, не очень очевидное, но мне кажется важное. давайте зададим себе вопрос. Сколько раз Авраам уходил из Харана? Правильный ответ два. Авраам уходил из Харана два раза, потому что вот Берешит 12.4 сказано «И пошел Авраам, как сказал ему Ашем». А как сказал ему Ашем? Ашем сказал «Иди себе из страны твоей, отродни твоей и из дома отца твоего в землю, которую я тебе покажу». Совершенно очевидно, что этот приказ вполне индивидуален. От родни твоей надо уйти. И вот отойдя на какое-то расстояние от Харана, Авраам по сути возвращается назад. То есть Тора нам здесь ясно на эту тему ничего не говорит, но такое впечатление, что за ушедшим Авраамом увязался лот для начала как следует из пасука Берешит 12-4 и пошел с ним лот. И они пообщались, поговорили, Авраам вернулся и пошел уже не в одиночку, а с большим караваном. И взял Авраам сарай жену свою, и лота сына брата своего, и все имущество, которое приобрели, и души, которые сделали в Харане и вышли, чтобы идти в страну Кнаан и пришли в страну Кнаан. То есть Авраам пошел не один, а он пошел с большим количеством народа, пошел большим караваном. И здесь мы встречаемся в очередной раз с таким помните, мы это обсуждали в разделе «Берешит», что Всевышний говорит земле, например, «Сделай дерево плод». И стало примерно так. И земля произрастила дерево, которое дало плод по виду своему. То есть не дерево плод, не съедобное дерево, а дерево, которое дает плод, часть которого является съедобной. То есть стало примерно так. Всевышний сказал Аврааму «Иди себе, куда я велю», и стало примерно так. Авраам пошел, но он взял с собой жену свою, и лото, и имущество, и много народу еще, все души, которые сделали в Харане. То есть надо понимать, что это его ученики, люди, которых он проповедовал монотеизм. И вот когда они пришли в страну Кнаан, то Авраам вероятно, Тора об этом умалчивал, но мы это можем реконструировать, что когда Авраам пришел на место Шхем, а это было первое место в земле Кнаан, где он остановился, то вот всех своих спутников, вот все души, которые сделали в Харане, Авраам оставил на месте Шхем, и они там основали город Шхем. И именно поэтому, поскольку жители Шхема имели какое-то отношение к традиции Авраама, именно туда приходит Яаков, что это будет через спустя два раздела, спустя три раздела, Яаков возвращается из Падана Рама и останавливается у Шхема. После того места, где живет его папа Ицхак, Шхем является вторым по значимости, а может быть и первым местом в Эрец Кнаан, которое освящено Авраамовой традицией, поэтому Яаков останавливается рядом с Шхемом. Но вот мы видим, что свободу воли у Авраама никто не отнял, и приказ Всевышнего он исполнил довольно своеобразно, да, вот в стиле стало примерно так. Ну, собственно, спасибо за внимание, и если есть вопросы, я готов ответить. Господи, дамы, у нас у всех очень много вопросов. Вопрос. Да, вот, пожалуйста. По тексту хотел спросить, вот можно текст на самое начало, откуда начали перекрутить? Конечно. Нет. Да. Вот, вот второй раздел, я сделал тебя народом, так далее, да, благословлю и так далее. Да. И будешь благословением. Да. Вот, то есть, вот все эти действия, там, стать народом, там, уйти оттуда, прийти туда, и для того, чтобы стать благословением. Правильно? Да. А что это за благословение, кому, чему, чего благословение? Ну, только хочу сказать, секунду, если можно, сейчас, Юр, ты продолжишь, хорошо? Да, да, да. Ты совершенно четко сейчас все ответишь, но хочу сказать, что моя часть доклада, она посвящена детальному разбору именно этой части. Но это я просто как бы предваряю. Окей? Все? Окей. Да, так что, может быть, тогда мы подождем. как хочешь? Нет, если у тебя есть соображение, пожалуйста, но как бы вся статья Ханан Парата, она именно на этом построена. Об этом. Значит, я могу здесь добавить только еще тогда одну вещь, что, что несколько позже, когда Яков спускался в Египет в количестве 70 душ, считая с Йосефом, который был тогда в Египте, то есть там еще такой оборот. И благословятся народы земли вот по этому числу евреев, да, поскольку Танах нам говорит о 70 народах земли и вот 70 душах Якова. То есть как бы вот это есть некое материальное превращение благословения. Ну вот, собственно, что я хотел добавить. И тут еще можно вспомнить, знаете, вот лет 30 назад я, наверное, услышал, что каждый народ имеет тех евреев, которых он достоин, да. И если Америка не отличалась антисемитскими выходками, то вот американские евреи сделали колоссальный вклад в американскую культуру, науку, технику и так далее, и так далее. А вот Третий Рейх со своими евреями обращался известно как, ну и где он, тот Третий Рейх? СССР обращался со своими евреями известно как, ну и где он тот СССР, да. То есть евреи, потомки Авраама, Ицхака и Якова, если они в достаточном количестве живут в среде какого-то народа, это для этого народа благословение. Ну, а когда мы живем в Эриц-Исраэль, то это благословение для всего мира. Окей. Да, вполне разумно. Можно вопрос? Да, конечно. А зачем вообще понадобилось идти в Харан? Почему из Урх-Каздим сразу нельзя было в Кнан отправиться? И сколько в Харане пробыли во времени? Смотрите, в Харане пробыли довольно серьезное время. И здесь просто надо вспомнить конец предыдущего раздела, раздела Ноах. Значит, на вопрос, кто был первым в мире сионистом, да, кто первый отправился в Эриц-Исраэль, так отнюдь не Авраам. Первым сионистом был его отец Терах. И жили они в городе Ур-Каздим в соответствии с современными археологическими понятиями. Это юг Междуречия, это недалеко от того места, где Тигр и Ефрат впадают в Персидский залив. И там у Тераха были некоторые соображения углубляться в них не будем. Они решили пойти в Эриц, то есть Терах решил увезти свою семью в Кнаан. Прямая дорога из Ур-Каздим, если вы в уме представляете себе карту, я, к сожалению, ее не приготовил, не думал обсуждать этот вопрос, но, в общем, штука такая, что если из Ур-Каздима идти по прямой в Кнаан, то это дорога через Аравийскую пустыню. Это сотни километров по абсолютно безводной территории, совершенно не приспособлены для путешествий. И поэтому обычный маршрут торговый, коммерческий, какой угодно того времени, это было движение по плодородному полумесяцу. То есть сначала вдоль Междуречия на север, в Харан, потом из Харана на восток и дальше оказываешься в Эрецкнаан и можешь дальше повернуть на юг, пройти по Эрецкнаан и прийти в Египет. Вот это был обычный караванный путь, где были колодцы, источники воды и все такое. Значит, когда семья Тераха пришла в Харан, то из каких-то соображений они там остановились. И дальше Терах не пошел. Может быть, это связано, ну, не знаю, так сказать, вот есть медраж о том, что в Урказдим там был некий конфликт с руководством страны и семье Тераха и в частности Аврааму угрожала в общем масса огорчений от правителя Урказдим. А в Харане уже стало все спокойнее и поэтому в дальнейший путь они не пошли. Еще здесь обычно отмечают, что умер Терах в Харане в возрасте 205 лет, а Авраам вышел из Харана и пошел в Кнаан в возрасте 75 лет и поясняют, что Авраам никоим образом не нарушил заповедь чти отца своего и мать свою, так сказать, он не бросил умирающего отца, так сказать, он ушел из Харана, во-первых, когда Тераху еще оставалось больше 60 лет жизни и во-вторых, с Терахом остался еще один сын Нахор, который, что называется, стал хранителем его старости. Ну, вот так. Окей. Я предлагаю, если это возможно, давайте перейдем к Нахаме. Я думаю, что у нас вот тот зачин, который, так можно сказать, сделал доктор Линец, мы его сейчас будем рассматривать с разных сторон, и я думаю, что как бы и возможный ответ на возможные вопросы, и кроме того, дальнейшая как бы перспектива того, что мы начали рассматривать, может быть, это будет как бы более понятно. Окей? Товарищ Нахаме? Да, меня не слышно? Нет, слышно, почему нет? Я хочу добавить к замечанию Юрия. Есть такая действительно теория, что там остались ученики Авраама в шхеме, и помимо свидетельств того, что Яков первым делом уйдет в шхем, эта теория еще подтверждается тем, что когда Яшо приходит к земле Израиля, он там произносит как бы несколько, так представляется. И в одной из этих речей он говорит, а теперь выбирайте, с кем вы хотите идти, с Богом или с идопоклонством, которым ваши отцы служили. Это очень странно, после того, как все народы израиля стоял на горе Сина и 40 лет бродил по пустыне, вообще в целом поколении как бы не был замешан в идопоклонстве, почему вдруг Яшо такой притиматум им ставит, и вот это предполагается теми исследователями, что это тоже были ученики Авраам располагались, и дальше тоже там непонятный их статус там в книге Шевстин, вроде бы они и с народом Израиля, и не совсем. Ну, это я только так в скобках. Учти, плиз, у тебя плохой интернет, у тебя иногда плывет голос, в отличие от реальности, и поэтому учти, учти, пожалуйста, и... Как я могу это учесть? Я тебе скажу, если смотри, например, в чате, если ты в чате и кто-то пишет, Нехам, о вас не слышится, значит, соответственно, остановись, значит, пропал твой голос. Вот это так, по-моему, так учитываю. У нас была как бы... Хорошо, тогда я что-то твоих в чате или не в чате. Если что-то будет в чате, ты хочешь демонстрировать экран? Ну, в общем, да, я хочу. Смотри, я тебе советую, начни демонстрировать, если станет плохо, то надо кончиться демонстрацией, потому что это тоже занимается вообще. Хорошо, ладно. Окей. продолжить рассказать. И меня сегодня как-то мне показалось занимательным, то, что сказал доктор Ильин, то, что очень часто нуды, геморрор, повторения нет ничего личного. В нуде и в комментаторах а что, вот там какая-то лишняя буква, и мы с ней уже делаем какие-то многие выводы. И действительно вполне логично, что мы должны сделать какие-то выводы, если видим повторения, какие-то повторения. Причем повторения, действительно, в них есть различия, просто как они повторяются, узкие, и смысл этих различий. Комментаторы относятся к этому с большим проблемой. И сегодня я хочу поговорить в принципе о двух различных обещаниях потомства, но перед этим у нас есть еще в некотором смысле как бы с некоторого разгона посмотрим на это некоторые обещания потомства, которые еще было до обещания потомства именно отца. И сейчас я покажу. И обрати внимание, сейчас твой голос на предельном уровне понимаемости. То есть еще немного, и я начну писать в честь. поэтому не факт, что надо делать. Одну секунду я попрошу, может кто-то смотрит кино там, смотреть кино, не знаю, как получится. Нет проблем. Значит, два отрывка про по это союз между рассеченными половинами, между Всевышним и Авраамом. После этих пришествий было слово Господа к Аврааму в видении сказано, так, не бойся, Авраам, и ощутить тебя наград твоя весьма великая. Сказал Авраам, Господи, Боже, что ты дашь мне? Вот я отхожу бездетный, а домоправитель мой это Элезер из Дамасика. Он ведь ты не дал мне потомство, и вот домочадец мой наследует мне. То есть будет, у меня нет детей и продолжателя моим, если мы говорим о духовном продолжении учения Авраама, может быть только его домочадец, его домоправитель, его ученик, а потомства нет, о чем ты говоришь? Кому эта награда достанется? Авраам понимает, что очень важно создать не просто учение, но чтобы был у него кто-то, кто это учение продолжит и продолжит его дело. И вот сказанному Слову Господа не будет он тебя наследовать, но тот, кто произойдет из недрот твоих, будет тебе наследовать. То есть в этой части Авраам получает уверение, что милетники его потомки, а не просто последователи ученики и так далее, что будет продолжение из его потомки. А решит 17 завет Бритмилат, обрезание. Вот завет мой, который мы должны соблюдать между мной и вами, и между потомствами своим, после тебя, обрезок, я пропускаю тут, и сказал Бог Авраам, сарай, жену твою не называй сарай, а сара будет имя ее, и я благословлю ее, и дождам тебя от нее сына, и был славой ее, и произведут от нее народы, цари народов произведут от нее. И Павла, Авраам, лицо свое засмеялся и сказал в сердце своем, чтобы у столетнего родилась, и сказал Авраам, как у него родился уже один сын Ишмаэль от Агарии, что это нечего общения, которое Бог ему дал, когда он сказал, что тот, кто произойдет из них, от твоих будет тебе наследовать, он будет твоим продолжателем. Но понятно, что для Авраама важно, чтобы его продолжение было не от наложницы, а от жены. и поэтому обещание существенное, которое Бог ему дает, что так странно. И вот мы видим, что есть некоторое продвижение от первого обещания к другому союзу. Вначале мы думали, что Авраам думал, что хоть бы кто-нибудь его наследовал, а теперь оказывается, что ему будет наследовать сын, который родится от его жены Пицхаба. Но продолжая дальше, оказывается, это еще не конец, а потом у нас есть целая история, в которой приходят к Аврааму люди, которые посланники или ангелы, есть разные комментарии, будем называть их ангелами, потому что в иврите это слово малах, оно имеет значение может быть малахим всякой природы, могут быть малахим небесные посланники какой-то мистической структуры, бывают просто посланники, которые люди, которые послали с каким-то поручением. То какова природа здесь не так уж важно, они приходят к нему от имени Всевышнего, и вот они ему говорят, будем считать их небесным ангелом, и сказал он, я возвращусь к тебе в это же время, и будет сыну Сары, жены твоей, а Сара слышит входы в шатер, который позади него, а это я не поделилась, но я поделюсь. Не надо, иначе у тебя голос попадает, плиз. Хорошо, ладно, не буду делиться, тогда слушаем внимание. Типа этого смеха это очень интересная тема, она на самом деле, некоторые считают комментаторы, что смех Сары негативный, а смех обратный, почти одинаково описан, я бы предпочитала считать их оба позитивными, но особо углубляться в эту тему сейчас просто нет возможности, Раф Шерке об этом, может быть, он писал статью, не я слышала, о смысле смеха, о смысле смеха Сары, жалко, что я не планировала это сказать, потому что это очень интересная тема. И вот сейчас мы попробуем разобрать, несмотря на два этих обещания, они очень похожи, и тоже сказано, там тоже указано через в это же время, в какое-то время, в Моэд, там указано Моэд, и там смеются, и все, в общем, даже позже. Главное отличие, которое важно в фильме, там, где говорится о союзе обрезания, там подчеркнули, и даже дам тебе от нее сына, да, и продолжение, там он говорит, и будет, сейчас, тебе, наверное, родит, зашина, Сарыч, на твоей родине, так, у меня Нехама пропадает совсем, что тебе сына, а вот ты пропадаешь совсем, Слихам, так, а тебе есть вернуться, нет, ну, народ, вы, как бы, следите за нитью, вы следите за нитью, я верю, я верю, народ, тяжело, тяжело, так, да, да, ну, что могу сделать, но все равно же, мы же понимаем, ну, все так, да, у нас, смотрите, у нас выбора нет, как бы, либо мы прекращаем Нехаму, грубо говоря, либо мы пытаемся понять, то есть две вещи, не, не, Нехаму не надо прекращать, да, да, нет, я грубо сказал, но чисто технически, окей, так, продолжим, сейчас, и так мы сказали, там сын дан Аврааму, а тут сын будет у Сары, очень существенно разный, естественным образом, там смеется Авраам, а тут смеется Сар, это как бы первое мне различие, которое бросается в глаза, теперь подчеркнем употребление имен, как в прошлый раз, как в другие разы, мы увидим, что в первом отрывке у нас все время употребляется имя Элю Ким, то, что в русском переводе называется Бог, во втором отрывке четырехбуквенное имя Всевышнего, то, что мы говорим, Ха-Шем, вот то имя, как бы личное имя Бога, которым можно наяврить, не просто имя, а вот то имя, его имя, принадлежащее имя. И по объяснению наших мудрецов, различие, вот, например, на основании первых глав Берешит, различие между употреблениями двух имен, оно показывает на меру суда или меру милосердия. Однако это очень общее такое заявление наших мудрецов, которое подробного рассмотрения, потому что с точки зрения простой, в обоих отрывках идет речь о том, что дарует сын, сына Саре, как бы где тут мера суда, это все милосердие Всевышнего. На самом деле, и суд, и милосердие, это некоторое проявление Всевышнего, которое в нашем мире, они действуют по-разному, хотя может быть одно и то же обещание, одно и то же действие, но одно со стороны милосердия, а другое со стороны суда. И это мы видим и в других местах тоже, когда идет речь о потопе, там тоже есть имя Всевышнего. Иногда и в потопе, наказывая Бог действовать в мере милосердия. А тут, когда он обещает сына, Аврааму и Саре, тоже есть действие с точки зрения суда, как бы, и действие с точки зрения милосердия, и вот эти вот различия мы пытаемся сейчас прояснить. В чем различие этих аспектов? Когда Бог обещает Аврааму сына, идет речь о миссии, которая возложена на Аврааму. Миссию, которую Бог возложил на него, построить народ или провести в мир через этот народ божественную идею, как бы мы ее ни формулировали. У Авраама есть миссия для того, чтобы сын его потома, это так запланировано Всевышним, для создания народа, чтобы народ нес эту миссию. Другой совершенно аспект проявляется в обещании ангелов. Там подход личный. Во-первых, мы видим, что в первом случае с ним говорил Всевышний. Откровение. И это было всегда. Откровение – это что-то необычное. Это выход за пределы нашего мира. Обычно сопровождается какими-то тяжелыми переживаниями даже человек, который получает откровение. Только мы знаем, что только у Моисея откровение было прозрачное. Обычно для пророка откровение совсем непростая вещь. Но это вскоп. Это чтобы подчеркнуть, что во втором обещании к нему приходят ангелы, то есть он получает сообщение о рождении сына через ангелов, которые ввели, что они разделяют с ним трапезу, они с ним выпивают и закусывают, условно говоря. И после этого обещают ему сына, причем обещают его царю как раз, а не Аврааму. И это гораздо более личное, гораздо более семейное обещание проявления личного милосердия и так будет человек. Некоторые различия между этими двумя случаями. Слышно меня? Да, слышно. Хорошо. Потому что иногда он мне тоже намекает, что у меня плохой интернет. Нам тоже нет. Но кроме этого надо посмотреть еще на контекст двух этих обещаний. Союз обрезания, контекст его включает в себя также и другие народы. Там говорится, я, вот союз мой с тобой, ты будешь отцом множества народов. И вот Авраам, будь тебе имя Авраама, я сделаю тебя отцом множества народов. И так далее, и так далее. И там же включено обещание по поводу Ишмаэля. Ишмаэль услышал тебя, вот я богословил его и расслужил его. То есть миссия, которая возложена Авраама в этом отрывке, она универсальная. Она в большей степени, скажем так, универсальная, чем национальная. Этот тадик посылает Элуким, а в сообщение ангелов, оно у нас увязывается в другом контексте. Этот контекст, если вы помните, это уничтожение с домом. Буквально еще не ушли ангелы, он такой, Авраам выходит как бы их провожать, и тут же еще не прервалась как бы до конца его встречи. Ангелами к нему обращаются и сообщают ему, что он будет уничтожать. Не утою, я от Авраама то, что я собираюсь сделать. И Авраам, сказано, и Авраам ведь должен стать народом великим и могучим, и благословятся все народы земли, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедовался нам своим и дому своему после себя соблюдать путь господен, творя добро и правосудие, то, что называется кздакал мишпад, дабы господь доставил Аврааму, что сказал о нем. То есть такое сообщение, оно находится опять же в контексте более узком, национальном. Я не могу не сообщить Аврааму то, что я сделал, потому что я предназначил для него будущее, будущим стать народом, который воплотит идею совмещать, совмещать с дакавом мишпад. И это совершенно непроста. Которая выражается в том, что наш народ каким-то образом в течение истории должен научиться правильной иерархии ценностей, потому что, это я в скобках говорю, во всех наших ценностях почти все есть встречи между разными ценностями. Особенно это заметно между кздакал мишпад. между доброю. Это крутейший пример, как судится богатый и бедный. И по закону богатый и бедный должен пойти к вам и отдать ему свое имущество, например. И богатым это ерунда. он мог бы и не отнимать у бедного последние гроши. И как мы должны судить их? Как мы можем честить милосердие к бедным, которым все время Тара требует и все время требует Танах, в котором мы действительно не всегда или всегда не справляемся, с тем, чтобы тем не менее добиваться правильного суда. По этому поводу много этим занимается и Талмуд, и это непростая совершенно проблема. Она все время стоит в разных ситуациях по-разному. Но между другими ценностями тоже есть противоречия. Мы сейчас не будем на этой задачи, которые бог ставит именно перед народом Израиля. Тут миссия национальная, создать народ, который реализует божественный путь. как сказано в стихе, он заповед добро и правосудие. Еще раз. Получается, что первый отрыв связан с миссией, и это миссия связана с семьей и народом. может и сказать, что есть различия наших прадцев и наших прагматериев. Что прадцы, они призваны вести более универсальную идею, праматери настаивают на сохранение национальной религией. И может быть, этим уже через одиннедельный раздел, может быть, я уже тогда вернусь. Есть у нас история продажи благословения Ицхака двум сыновьям. Ицхак не хотела, а Ритта хотела, чтобы все благословения получил только Яков, чтобы Ицхака отодвинуться и оттолкнуть, чтобы весь еврейский народ выходил только от одного сына. А Ицхака если бы из двух сыновей мы составляли еврейский народ, это, может быть, была гораздо более универсальная идея. Но это в смысле предположение и уже за рамках нашего недельного раздела. Есть вопрос? Надеюсь, что все-таки было в конце слышно. Ну, так, мы домысливали то, что ты говорил и соединяли паузу с предыдущим. Нам все обещают сделать оптоволокно здесь, если что, все будет хорошо. Давайте сделаем такую штуку. Если есть вопросы конкретные к Ицхаме, пожалуйста, спросите. Да, скажем, а не надо. Есть конкретные вопросы к Ицхаме? Окей, вопросов нет, они додумываются. Тогда я, если можно, беру эстафету к себе и хочу продолжить то, с чего мы начали, а именно то, что говорил Юра Линец. Вот, Ханан Парад, у него, мне кажется, совершенно потрясающая статья, она выглядит как бы супер-манифест как бы сионизма, но при этом, при этом, мне кажется, что это достаточно, если так сказать, оригинально было для него, потому что все-таки это было написано довольно давно назад, до, скажем, Рава Шепки. Вот, и соединение здесь, то, что мы сейчас видим в этой статье, как бы уникального, национального и универсального, мне кажется, очень логично и очень красиво, и как бы создается такая схема, которая, ну, в каком-то смысле, мне кажется, для меня это как бы, ну, вот, манифест программы Израиля. С другой стороны, как бы практически это сделать, это не очень понятно, мы посмотрим, это как бы можно будет обсудить, но с точки зрения, как бы, ну, вот, манифеста, вытекающего из первоисточников, мне это очень понравилось. Окей? Итак, начинаем. Первый параграф, он такой, давайте посмотрим, в чем смысл самой первой заповеди, которую получают вообще евреи в числе, в виде первого еврея, евреи, Авраама. Окей? Итак, эти слова, а именно какие? Знаменитый Лех-Леха, Лех-Леха, миар-цеха, ми-малетха, ми-бейта-виха, эль-ха-арец, ашер-ар-эка. А именно, не очень понятно Лех-Леха, либо это, как обычно, когда повторяется, двойственное повторение, а именно иди-иди, то есть обязательно иди, либо это дальше, уже в сторону Медраши, иди к себе, иди внутри себя, и так дальше, но во всяком случае, по простому смыслу, иди четко, совершенно иди, иди сто процентов, иди из того, где ты находишься, из земли, в которую ты живешь, из твоей родины, в которой, в твоей, из дома твоего, отца, в землю, которую я тебе укажу. То есть совершенно однозначное приказание. Теперь дальше, давайте посмотрим, может, что интересного, мне кажется. Всевышний обращается к Авраму, к отцу Авраму, не с обращением, которое бы заключало в себе, ну, скажем, манифесты веры, или основы веры, или принципы еврейской веры, или какой-нибудь основной заповеди. Например, было бы логично, предполагается, да, Мольфович, было бы логично, например, если Всевышний дал указание и читать Шма-Исраэль. Ну, вот как бы, или построить храм, например. Вот это было как бы понятно. Или вообще сказал, что вот основы монотеизма, Ашем-Иха, веры в Единобожие. Но этого ничего нет. И это потрясно. На мой взгляд, это потрясно. И с точки зрения канонапарада это потрясно. Потому что самая первая заповедь начинается с совершенно очевидного приказания. У меня, к сожалению, по-видимому, это как бы атовизм, да. Уже почти 40-летней жизни назад в России есть лиха. То есть, как бы, отрицательный контекст слова сионизм. Всегда употребовалось как бы отрицательно, да. Но, тем не менее, это манифест сионизма. Манифест сионизма. Идти. Идти в Иерусскран, идти в Иеруссраэль. И, на мой взгляд, уже одно это, оно потрясающее. Теперь дальше. Возникает вопрос, справедливый. А чем так как бы удостоилась земля Израиля быть той самой отправной точкой отправной точки как бы всего экспириенса, всего перевежа, всего как бы мироздания, мировоззрения, правильно, да, мировоззрения народа, еврейского народа, какой смысл в этой точке в земле Израиля, в которую отправляют Авраама, которая является основным как бы пунктом отправления, и оно же пункт назначения, да, как мы сейчас увидим, для всего народа, а не, опять же, то, что вот я говорил, манифест монотеизма и так дальше, да. И Ханан Парад, интересно, он тут же дает ответ. И ответ этот, он, в русле, мне кажется, вопроса, который задавал Евгений. А именно, в конце, то есть в продолжении, в 12 главе, в 3 стихе, дан ответ. Для чего надо идти в землю Израиля? Очень просто. Потому что сказано, веневреху слиха беха, коль миш похода дома, и благословятся тобой все семьи или народы земли. получается совершенно однозначная связь, которая Всевышний практически на одном дыхании говорит про отцу Авраама, Авраама Винны. То есть, читая наоборот, идея такая, для того, чтобы тобой благословились народы земли, тебе надо идти в землю Израиля. И это выглядит очень странно. Ну, как бы, по прямому смыслу, это выглядит очень странно. Почему? Почему география проживания как бы в одном специфическом месте, да, от этого зависит ключ к исправлению человечества? Непонятно. Вам понятно? Скажите. Мне это непонятно. Вот я-мы живем в Израиле уже больше 30 лет. Ну, грубо говоря, в самой земле Израиля, так, если просто проехать, не знаю, Тейлата до Хермона, что в сущности какие-то 600 километров, что-то типа этого, ну, может быть, до 700, я думаю, не дотягивает. 300 в одну, 300 в другую. Ну, как бы красиво, интересно, пустыня, то есть, можно сказать, что было бы что-то, не агары, водопады, что-то дикое такое. Ну, как бы этого нету. Почему? Вот этот вопрос остается открытым. Вот давайте попытаемся, попытаемся понять ключ к ответу на вот этот вопрос. Итак, для того, чтобы это и смотреть, и смотреть, и да, и получается, получается, да, возвращаясь, тоже все это очень интересно, потому что, что мы сейчас видим, это как-то очень все связано для меня, как бы, вообще вот с доктриной Израиля. Что такое, для чего нужен Израиль евреям, и для чего нужен Израиль народом мира. Эти вопросы, которые, по-видимому, Авраам Авину тоже задавал, они являются суперактуальными на сегодняшний день и для самих евреев, и для которых проживают внутри Израиля, и для тех, которые проживают вне Израиля, и для остальных народов, для евреев, которые проживают вне Израиля, это мучительная дилемма, да, либо, я не говорю по-простому, человек, который, как бы, перестает быть евреем, но, как бы, это пшит, это просто, да, а который нет, который соблюдает заповедь, живет вне Израиля. Вот он, по-видимому, мучается вопросом, что правильнее, соблюдать заповеди, может быть, даже более удобно соблюдать заповеди, вне земли Израиля, либо переехать в землю Израиля, и, может быть, мучиться здесь, с трудом находить заработок, перестать весь день сидеть в Ешире, и так далее. Что более правильно делать, непонятно. И точно так же для народов мира, часть из которых, если не большая часть, борется с Израилем именно о том основании, почему у Израиля не должно быть какой-то особый, совершенно, вот этот уникальный, ставший ключейся кулачок земли. Зачем? Давайте попытаемся ответить на этот вопрос. Итак, дальше Ханат Парат, он показывает по высказываниям из Рава Кука, которые показывают, что смысл земли Израиля для еврейского народа это не тактическая задача. Какая тактическая задача построения безопасного убежища. А то, что это было актуально сто процентов, и это, по-видимому, была основная движущая сила, то есть понятно, что подпитывало много, и религиозное движение, и общая традиция, но в целом, в целом, в целом, главное направление это было создание возможности физического существования евреев. После ужасов, всех ужасов предыдущих, а особенно тех, которые были в конце 19-го, в 20-м веке, и, конечно, чудовищной катастрофы. Так вот, идея заключается в том, что если мы посмотрим на Авраама, Авраам Авину, его посылание в землю Израиля, что она не обосновывается как бы физическими причинами существования, созданием безопасного убежища, а вот что пишет на эту тему Равку, он пишет, земля Израиля это не эйно давар хицунин, это не как бы внешняя составляющая киньян хицунин ума, такое внешнее приобретение для народа, что значит внешнее для выполнения некоторых специфических задач, да, а то, как он продолжает в качестве инструмента для выполнения некоторых специфических, то есть специально понятных задач обеспечения безопасного физического существования, нет, он пишет, не для того, чтобы поддержать его материальное физическое существование, обеспечить, или даже духовное, или пишет даже духовное, вот это тоже интересно, нет, физическое понятно, окей, это примитивно, но Рухани пишет тоже нет, а что да, и отвечает себя, себе, эрес Исраэль и хатива от смаид, вот это очень интересно, земля Израиля хатива от смаид, я думаю, что так в вольном русском переводе, это, я думаю, можно перевести так, это некоторая самостоятельная субстанция, вот что интересно, кшурабы кэшархаим и маума, кэшархаим Рафханан подчеркнул, с живой связью, даже не столько живой, сколько жизненной связью, кэшархаим с народом, которая воплощает в себе всю внутреннюю сущность и уникальность еврейского народа, вот это то, что пишет Рафху, и Рафханан как бы это объясняет, что значит кэшархаим дальше приводит пример, достаточно понятный, продолжает мысль Раба Кука о том, что можно говорить о душе и о теме, как человеческое существо в виде человека имеет как минимум две основные составляющие, которые мы знаем, две оболочки, одна физическая, вторая душа, и у них между собой в общем специфическая связь, правильно? она может быть не всегда видна сто процентов, но тем не менее, как бы даже на уровне врачей, психологов и так дальше, ну как бы очевидно понятны и доказаны, что если человек, например, у него физические страдания, то у него душа страдает, а человек, у которого, не дай бог, у него какие-то душевные расстройства, он испытывает физическое страдание, недомогание, и точно так же, точно так же происходят отношения между землей Израиля и народом Израиля. Теперь дальше, давайте посмотрим, вот очень интересно дальше начинается рассуждение, мне кажется, как бы захватывающее, да, и в каком-то смысле очень отвечающее на то, что мы практически все время обсуждаем, а именно соединение национального и универсальное. И спрашивает Ханапара, ну каким же образом тогда приводит вот этот национальный призыв Лех-Леха иди, иди к себе, иди в себя, иди в свою землю, приводит к совершенно универсальному и благословятся тобой, которая супер универсальная. То есть получается, получается, я перевел на русский язык, мне понравилось, вы оцените, может быть, это звучит тривиально, и получается, что иди туда, в смысле иди к народам, это знак равенства, иди сюда к себе. То есть ты можешь прийти туда, к народам, только в том случае, если ты придешь либо идешь к себе. Вот такой как бы расклад, да, как это видно. Вот он дальше пишет, очень интересно, путь для осуществления, для осуществления изменения всего мира, он может пройти только в том случае, если земля Израиля превратится, вот он объясняет, называется мукет мишиха, это станет центром притяжения для народов мира. То есть, говорит Ханан Парад, он говорит, если мы, продолжая призыв, приказание, которое было от Всевышнего к Аврааму, удостоимся построить такой национальный дом, который станет в каком-то смысле, может стать прообразом национальных строительств для других народов и станет как бы объектом притяжения, вот тогда, тогда может исполниться то, что Всевышний сказал Аврааму, «Благословят с тобой народы земли». И таким образом получается, что вот это благословление, а именно «Неврыху быха кольмиш похода Адамая богословят с тобой все народы земли», по Ханам Параду, мне кажется, это правильно, это означает в том, он пишет, «Мир Цонам Хэм», то есть «они по собственному желанию». И в этом, наверное, есть различие между другими религиями, которые, в основе которых, или центральная тема которых, это миссионерство, это распространение, на уровне исламы, это заставление людей быть принадлежащим к их религии. Здесь это не так. Здесь эта идея такая, что народы земли, будучи вдохновленными прообразом или образом Израиля, который строит свое национальный дом земле Израиля, они обращают к нему глаза. Теперь дальше смотрите, смотрите, как начало, которое было у Авраама, лех-леха, как это трансформируется в пророчестве Ишаяу о Ахарит и Амин, о конце дней, то есть о приходе Машиеха, как по-русски называется, грядущие времена. Смотри, я даю свой вольный перевод, да, какой? Это 12 глава пророка Ишаяу, 1-2 стихи. И будет в конце дней, тогда станет гора дом Всевышнего, главой всех гор и вознесется над всеми возвышениями. Вы наару и лав коль агуим и устремятся к нему все народы и пойдут множество народов и скажут, давайте пойдем и взойдем на гору Всевышнего в дом Бога Якова и возлекуют и возлекуем на путях и на путях его и пойдем по стопам его. И вот это действительно фантастика. Получается, что у нас с одной стороны пророчества конца дней оно напрямую связано с той первой заповедью, которую получил Авраам. Вообще говоря, выстраивается просто вот хотите в кавычек или без программа партии. Программа сионизма, которая является программой универсальной. Идем дальше. секунду. Поэтому пишет дальше Ханан Пара. Ключом к пониманию того, что сказано благословяться тобой, народы земли, мы видим, что он обосновывается, на иврите написано наутс. Лен-отс это воткнут, воткнут. Он воткнут в чем? В том, что сказано и ты будешь благословлением, либо ты станешь благословлением. А что значит ты станешь благословлением? Как это можно понять? Вот дальше идет очень интересный разбор. Мы видим, что Авраам он был благословлен тремя благословлениями. Смотрите, какими. В эасэха сделайте народом великим. И благословлю тебя. И возвеличи имя твое. Дальше то, что мы разбираем. И будешь благословлением. Дальше И тот, кто будет благословлять тебя, благословлю его. А тот, кто будет тебя проклинать, того я проклину. И дальше в Неврыху ГХ комишь поход Адама. И благословлят с тобой все народы земли. Смотрите, у нас есть семь благословлений. И эти семь Ханан-Кварад разбивает очень интересно. На три, три, одну посередине. И дальше. Три первые, когда говорится о возвеличении имени, о благословлении и делании великим народом, это внутрь. Это через Еврама внутрь еврейского народа. То есть, это то, что бонус, то, что получат евреи, если они выполнят это приказание существования в земле Израиля. Дальше, три последние, и три последние, они связаны с благословлением, если так можно сказать, или во всяком случае с тем, что будет с народами мира, когда сказано тот, кто будет тебя благословлять, того я благословлю, тот, кто будет проклинать, того я прокляну, и дальше благословляют с тобой все народы земли. Это три и три. А смотрите, что находится в центре, в Ие Браха, и будет благословлением. И тогда, тогда это можно понять так, что ты станешь благословлением, тобой благословлятся народы земли, если ты сам будешь на уровне, когда ты будешь благословлен, то есть ты сам станешь благословлением. И это очень важно. Отсюда получается очень известный призыв, не то, что призыв, а общее пожелание, о том, что максимум сил должно быть направлено на исправление внутри еврейского народа. Потому что только когда ты станешь на уровне благословления, тогда, тогда тобой благословлятся. Вот это очень интересно. Это получается, что как бы духовный уровень еврейского народа, вообще его проживание, модель его проживания, является ли он моделью для подражания, смотрят ли на него евреи, и как относится к Израилю. Все это должно быть на таком уровне, чтобы народы, грубо говоря, потянулись, и тогда мы исполним с пророчества Ишайла, которое мы прочитали. Дальше. Смотрите, интересно, как он объясняет выражение в иебраха, и будешь благословлением. Да? Есть такое выражение, традиция очень красивая, написано кэмааян амидгабер. Вот маян амидгабер, маян – это источник. Источник – источник воды. И дальше. Мидгабер – это тот, который усиливается. То есть я по-русски написал бьющийся источник, либо изливающийся источник. Да? Какая идея? Идея, что ты будешь благословлением, это в том смысле, что ты не пойдешь к народам и не будешь им насильно давать благословление, не будешь их насильно учить, а идея в том, что ты станешь таким источником, который будет выливаться наружу. Дальше приводится, смотрите, да, и это, грубо говоря, можно сказать, честно говоря, вообще это, на мой взгляд, достаточно хорошо коррелируется с ролью Израиля в современном мире. то есть, ну, как бы, совершенно по фактажу можно посмотреть, какую роль совершенно малочисленной и по километражу занимаемого пространства и по количеству как бы населения, да, 6-7, по-моему, еврейское население в Израиле, насколько я понимаю, не достигло 7 миллионов, если я не ошибаюсь. Ну, грубо говоря, это очень небольшое, очень небольшая частица, крупица вообще в общечеловеческом как бы море. И, тем не менее, если посмотреть влияние Израиля в современном мире, реально оно огромное, начиная с передовик газет, наук, Нобелевские премии, говорите как угодно, каких угодно, но это как бы факт. Израиль занимает огромное место в современном мире совершенно непропорционально. То есть, это означает, действительно, что есть некоторый источник, который Митгабер, который изливается, потому что, если бы он был бы как бы численно пропорционален своему количеству, а не Митгабер, то никакого бы излива не было. Был бы просто небольшой затерянный народ, который, скорее всего, просто не с него будет существовать в своем пространстве, в котором мы существуем. То есть, смотрите, очень интересно, красиво, я практически как бы заканчиваю, да, очень интересно в Хасидуте, вот эта вот, эта идея выливающегося источника, эта идея, которая зачастую и в Хасидизме, вот мы, кстати говоря, о рабо-ширке, то, что мы изучали в Йом-решен-проханаху, да, там тоже была идея о первосвященстве, у которого есть идея выливаться, разливаться и Митпаш этот захватывающийся. Вот еще интересно, смотрите, Бешт, Баршинток, да, он как сказал, такое, он процитировал выражение, и не выражение, а стих из Широширимы, из песни-песни, можете посмотреть, 6 глава 14 стих, сказано, Хадашим, Гам-Яшаним, Доди, Цафан-Тилах, ну, как бы такой примитивный русский перевод, и старое, и новое, то есть говорят все, и старое, и новое, да, для тебя, мой возлюбленный, и как бы Бешт, Баршинток, он, как бы сказал это так, Рябойна Широйла, то есть Владыка Мила, Владыка Мира, все, что есть во мне, можете сказать, и внешнее, и внутреннее, здесь на уровне старое, новое, все это спрятано, заключено только для тебя, а тогда его, как бы, Хосигем, его последние, они его спросили, что они задают такой вопрос, по-видимому, вопрос такой, что ты этим что хочешь сказать, что Тора принадлежит только нам, она не принадлежит другому миру, а вот на это, на это очень хорошо отвечает Бешт, а это, похоже на бочку, которая переполняется и выливается наружу. И Рафханам пора говорить, что в этом, как бы, таком машале, символике, скрыто очень сильное значение, как значение внутрь еврейского народа, о том, что уровень еврейского народа должен быть такой, что он выливается наружу, а с другой стороны, это как бы то положительное, которое заключено в возвышении народа Израиля, его духовной ступени, для народов мира. Но при этом, возвращаясь к началу, поразительно, что все это связано именно с первой заповедью Лех-Леха. Иди, иди к себе, иди к себе, чтобы идти туда. И опять же, подчеркиваю, это суперактуальная вещь, она была актуальна и в эпоху Аскалы, просвещения, когда евреи были убеждены, что самое главное это нести разумное, ассимилируясь среди народов мира и помогая им. А сионизм, он как бы прокладывал другую дорогу, которая, к сожалению, к сожалению, в основном была аргументирована той ужасной как бы физической реальностью, которая была в Европе. Но тем не менее, мы видим, что за этим стоит очень-очень глубокий изначальный посыл, который получает Авраам в качестве самой первой заповеди. Вот это интересно. Ну вот как бы на одной ноге это то, что я хотел как бы сказать, пересказывая Ханан Барат эту статью. Окей? Если у народа есть какие-то вопросы, ответы, замечания, пожелания к народам мира, к евреям, пожалуйста. Можно я пару слов скажу, если не против? Да, да. Коротко. Все очень интересно и правильно, очень много вещей, конечно, совершенно ясных и принимаемых. Но мне бы хотелось расставить некоторые акценты, чтобы у людей сложилось, мне кажется, ну так, по крайней мере, я считаю, правильное соотношение всех этих вещей. то есть Тора это не утопия, она не говорит о равенстве, чтобы не было никаких сомнений о том, что, значит, как бы евреи должны стать равными всем народам, и все народы должны стать такие, как евреи. Это неправильно, и это сейчас тоже есть актуальные какие-то вопросы, это все совершенно неверно. То есть Торос изначально говорит по иерархии, определенной структуре мира, и выделяет евреев на особую миссию, на особую функцию. Вот, значит, в чем суть этого, если говорить сразу, я перескочу, сразу, не буду много тут разговаривать, я перескочу на Эрес-Исраэль, да, почему именно Эрес-Исраэль, вот был такой вопрос, вы задали. В Эрес-Исраэль, как бы, то, что написано, глаза обращены к небу, да, значит, на еврите небо называется Шамаем, там вода, там, значит, это есть небо на еврейском языке. Значит, вода, как благословление, да, которое изливается только при молитве, только при обращении, значит, к небу, то есть, это означает связь народа с Еврешнием, он непосредственно, здесь это место, которое связывает землю и небо, да, и это главная задача евреев, значит, стать, и теперь, если мы говорим благословление, кто благословляет? Благословляет коины, правильно? Значит, евреи должны быть коинами для всего народа, и Израиль должен быть этим храмом, тогда это благословление осуществляется, то есть, поэтому вы правильно сказали о христианах и о мусульманах, да, они, здесь нет, как у них, ловцов душ, то, что похоже на Немрода, то, что мы недавно читали там в Белонской башне, Немрод, как он, вот, здесь этого нет, здесь, наоборот, очень осторожно отбирается, и еще, значит, вопрос, кроме того, что взгляд обращен в небо, и это место, вот, как Яков, когда мы потом будем читать, это лестница в небо, да, вот, еще есть такое отношение между коинами и народами, которое, например, Израиля показывается, и которое как бы заимствовано даже из Египта, что коины, они не имеют своего надела, их надел, это общество, и они, как бы, получают эти все дары для того, чтобы связываться с Всевышними и дарить это благословление с неба, и тогда будут дожди, тогда будет успех, и тогда все то, что получат и другие народы, и евреи, в частности, и написано это потом у пророков, что они принесут дары в Израиль, они придут не просто так, а поклоняться, и там написано, будет создать грудь царскую и так далее, и так далее, то есть совершенно очевидно говорится о том, что Израиль как мировой каванат, то есть как место священия мира, он как бы получает эти все дары, которые благодаря связи Всевышнему все народы получат, и израильский народ соответственно, тоже должен получать таким образом, вот, и вот эта структура, она совершенно четкая, совершенно незыблемая, и она актуальна на сегодняшний день, то есть за народами признать Израиль в таком качестве, Израиль сам себя действительно должен признать в таком качестве, и это действительно вот идти к себе, то есть вернуться к тому, к той функции, к тому назначению, которое Израиль как бы должен нести, в конце концов, так получилось исторически, тут не то, что почему не эти, почему эти, так оно стало, и Израиль это единственное место, где вот оно как бы геофизически вот именно обладает таким вот как бы качеством еще и внешним, да, что здесь земля питается от дождя, вот в Изра-Ташем у нас уже дождь пошел, и гром и молнии были, уже можно было сказать проху на гром и на молнию, и с сегодняшнего дня, то есть это как бы завтрашний день, да, уже надо говорить, что мы добавляем просьбу о том, чтобы пошли уже дожди и роса, и в этом как бы особенность, то есть не надо путать с другими утопическими течениями о равенстве, да, вот как и христианство, что все люди равны, все под одну гребенку, вот это в конце концов ни к чему хорошему не привело, как мы знаем, все эти попытки сделать уравниловку, они провалились в том, как человек пытался их, либо с помощью божественных каких-то конструкций, либо с помощью научных каких-то конструкций, там коммунизм и другие, не хочу говорить имена, чтобы не портить тут, вот, они не работают, то есть работает только вот такая вот иерархия, что как бы, я не знаю, насколько это должно быть именно так точно, как это написано в Торе, но смысл этого должен был, должен был быть понят именно так, может быть, это и другие народы могут присоединиться в этом смысле к еврейству и быть и связующими, да, вот, но по крайней мере, так как мир строится по Торе, и как мы его видим, и как мы понимаем, как мы видим, как пошли другие народы, и как пошел Израиль, это как бы подтверждает вот эту идею, что очевидно, она верная, мир должен иметь структуру, должны быть народы, должен быть, да, такой центр, храм, должны быть такие, как евреи, которые должны заниматься своим делом, вот, это ни в случае не говорит о, как бы, какой-то, значит, фанатизме, там, или о каком-то крайностях каких-то, это все как бы вписывается в нормальную жизнь, вот, есть государство Израиль, вот, оно должно жить, и народ должен его признать, и оно должно, как бы, заниматься своей духовной деятельностью и развивать свою культуру, вот, и при этом есть и харидим, и есть, и дайте неумея, есть, и так все, как оно есть, так оно и есть, вот, просто это должно получить признание, и тогда, как бы, это все, мир, как бы, должен успокоиться после этого, потому что, вот, это все мотание евреев 2000 лет, конечно, оно обязывает мир не только на этой конференции, там, ООН, которая признала, там, какую-то часть Израиля, история нам подсказывает, что, очевидно, надо признать, действительно, эрцисраэль и дать возможность евреям жить в своем заповеднике, вот, и строить свое государство, это мизер по отношению ко всему миру, да, то есть, это буквально почти ничего, да, и по территории, и по населению все, и народам мира ничего не стоит признать это и сделать это так, и это будет сложно. Мы передадим, мы передадим ваш призыв. Мы поняли ваш призыв. Прямо в ООН. Окей. Спасибо. Замечательно. Кто-то еще что-то хочешь сказать? Соображение мысли. Никого не удивляет, что первая заповедь, это заповедь сионистской идти в землю, а не на строительство храма. Моя ампер это поразило. Можно, можно, наверное, мне сказать пару слов? Да, пару слов. На самом деле, извини, даже ты задумался. Не-не-не, сейчас, секунду, секунду. Не-не, прости, 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 прости. Если у нас есть участник, я дико здесь есть участник, который хочет сказать, мы обязательно даем слово, потому что они у нас, ты сама знаешь, это уникальное явление. Дико извиняюсь. Я раньше начала говорить, забыл включить миру. Ты извини, пожалуйста. Да, прости, прости. Да, шифры мы слушаем. Я хочу по поводу сказать, по поводу вот того, что нам сказал последний оратор. Вот мне кажется, что это категорически противоречит тому, что, например, говорили вы. Потому что сказано, что народы придут. Да. Они не должны нам ничего давать. То есть ответственность на нас. Мы не должны ждать, что нам кто-то чего-то даст. Вот мы должны, сказал нам Всевышний, когда мы шли из Египта, он не сказал нам, что народы нам должны дать. Он сказал, мы должны завоевать. И поэтому мне кажется, что вот этот вот харидзимный подход, вот этот вот, он нас отвращает от земли Израиля и от завоевания этой земли, и от построения государства. То есть мы сидим и ждем, когда храм упадет с неба, когда народы нам дадут страну, когда что-то произойдет. А мы что сделали? Почему народы должны у нас учиться? Чему они должны у нас учиться? Мы что-то сделали такое, чему стоит учиться? Думаю, да. Думаю, да. Ответ, думаю, да. Ну, реально, так оно происходит. Ну, так правильно, когда мы что-то сделали, они приходят и учатся. Да. Окей. Вот, и поэтому мы, то есть мое категорическое возражение против того, что народы что-то должны. Они к нам придут, когда у нас будет чему учиться. Вот такое мое замечание. Спасибо. Они добровольно придут. Да, да, да. Если они хотят получить свою славу. Если они признают все выяснимо, они придут. Я думаю, что практика действительно, я думаю, что практика действительно сложная. Смотрите, вот я там и вот Нехама, мы работаем у Рава Шерки. Ханан Парад, мы его, я и Нехама, или Нехама и я, мы его знали или познакомились, когда мы как бы сделали Алию и приехали 30 лет назад. Про Бне и Нехама никто не говорил. То есть вот то, что сейчас я сам читал Ханан Парада, это очень близко к тому, что говорит Рав Шерки. Но тем не менее Рав Шерки такое впечатление, что вот это вот теоретический призыв о том, что бочка, которая будет выливаться и все. Ну, Бешт говорил про бочку, но при них там бочка никуда особенно в русские деревья не выливалась, да, в роли погрома пойдем, выливалась. То есть как реально это сделать, да. Сейчас, когда есть государство Израиля, тоже вот эта вот идея там бней ног, приближение, она не 100% как бы захватывает вообще весь Израиль. Поэтому я думаю, что вот это вот теншн, это вот напряжение между универсальным и национальным, как я сказал, оно существует. Какие практические как бы ходы, не очень понятно. Ханан Парад пишет в таком как бы глобальном очень красивой схеме. Рав Шерки, насколько я понимаю, он это взял как гораздо более практическое русло. Как это правильно делать, ну, не знаю. Можно я? Я только отвечу, у меня все не удивляет. Секунду. Можно? Я отвечу ту оратору. Написано у пророка ло бэкох в лобэхаль. То есть не воинственностью и не силой, а словом Всевышнего. То есть то, что мы должны делать, мы должны отстаивать, конечно, свою землю, доказывать свою правоту. Это да. Если надо применять силу, если надо бороться, это совершенно точно. Но это не значит, что мы, так сказать, можем как-то силой переспостроить это все так, как это, значит, нам кажется правильным или как это задумано Всевышний. Почему ждут машины? Ну, это разногласие. По-моему, вы все говорите приблизительно одно и то же. Ну, хорошо. Окей. Я просто хотела ответить на твой, как бы, вызов, что как, почему ему не заповедно строить храм? Никому из наших прадцев не было заповедно строить храм. Храм – это совершенно другая штука, которая появляется тогда, когда есть народ. Вот. А наши прадцы, они сами знали, так сказать, для связи со Всевышним приносили жертвы там. У них это представление еще было с древности, что, так сказать, жертвоприношение – это один из видов служения. Ну, не будем говорить сейчас подробно об этой важности. А просто потому, что идея построить храм для Авраама, она нерелевантна вообще. Поэтому на это конкретный вопрос, я могу сказать, что это как раз понятно. Хорошо, а другое – с лиха. А почему его не… Ты мог бы спросить, чего мне скажешь, соблюзывает субботу. И, кстати, этот вопрос занимает. Нет, даже… Подожди, сейчас один только, одну фразу. Нет, даже только не это. Вот я, да, с лиха, в роли Всевышнего обращаюсь к человеку, который хочет на своем плане. Я ему говорю, я Всевышний, который создал небо и землю. Все, это самое главное. Меня внучка спрашивает, надо верить вообще? Кто такой Всевышний? Я ей говорю, Всевышний создал небо и землю. А Всевышний говорит Аврааму просто, без всего. Он ему говорит, сионистский конгресс. Он говорит, иди в землю Израиля, все. Не представился, да. Неизвестно, с кем разговаривает. Абсолютно. Говорит, иди в землю. О чем говорить? Вот именно. Мы должны последовать Аврааму. Все должны… Вот то, что мы должны делать, это действительно жить в своей земле. Правильно. Правильно. То, что Авраам сделала, то мы и должны делать. Да. Тогда не надо будет воевать. Когда увидят, что все едины, мы должны быть воевать. Правильно. 100%. Он подходил и давал просто табличку, на которой было бы написано. Лех-Леха. Все. Больше ничего. Это не я говорю, это не сионисты. Лех-Леха. Все. Нигмар и Сепур. Не важно, накладывайся туда, не накладывайся. Совершенно не важно. Лех-Леха. Все. Все. Я так же бы дал им гражданство еврейское. Всем евреям. Пусть будет Уда-Дзеут. Пусть они будут считаться, что они… Смотрите, это другой вопрос. Уда-Дзеут невозможно, чтобы наших детей отправляли на войну, либо не отправляли на войну. Те, которые здесь не живут. Это немножко другая штука. Но Лех-Леха. Давайте сделаем такую вещь. Давайте сделаем мероприятие. Напечатать вот сколько евреев живет вне Израиля. Миллионы. Каждому раздать табличку Лех-Леха. И все. Нигмар и Сепур. Это не мы говорим. Это не Сянин. Даже не обязательно все, но, по крайней мере, еще 6 миллионов вполне могут здесь поместиться. Место всем найдется. Ты идеалист. Тебе уже говорили в прошлый раз. Вот мы бы ему объяснили, он бы сразу все понял. Помнишь, там на прошлом занятии ты сказал. Это все так сказать хорошо. Послушай, почему идеалист? Ну почему? Ты в конце на каком меху славится, да? Что написано обычно на Амвоне? Шевите, янекдыха. Я всегда перед тобой. Поставь одну вещь. На Синауге должно быть написано. Лех-Леха. Все сразу поедут в Израиль. Нет, не поедут. Ну подожди. Ну будет, ладно. Они каждый раз в молитве повторяют это. И в шалахе, верни нас. И все такое, верни нас. Но тем не менее. Нет, верни это ладно. Лех-Леха. Ты же понимаешь, на иврите, что такое Лех-Леха? Лех. Но Лех-Леха не читает каждый год, и все равно не гнат и ничего. У них и свои представления. У каждого человека. Слушай, самое более сильное сказать на иврите, это Лех-Мипо. То есть Лех-Леха, это вообще на уровне грубости, на самом деле. Лех-Леха. Пошел вон вообще. Это на уровне пошел вон просто на иврите. Лех-Леха. Лех-Мипо. Это ужасно. Ну а что, не так? Это то, что Стивыч не говорит. Все. Однозначно. Ты мне вонохлишь, а Лех-Леха, знаешь, как это называется. Хорошо. Да. Окей, господи и дамы, мы замечательно, по-моему, провели это занятие. Некоторые даже повеселились. Спасибо вам всем. Нам выпало, вот нам тут части присутствующих счастливцам, нам выпало вообще большое жизненное счастье осуществить заповедь Рама-Алину Лех-Леха. Ну дай бог, что мы оказались достойны. Да. Мы стараемся быть достойными. Две недели меня не будет, я уезжаю с группой. Ну хорошо, вы затошли. Не забывайте. Да, где бы ты ни была, всегда знай Лех-Леха. Это в женском роде тоже читается все. Окей. Тоф, господа и дамы, засин заканчиваем. Всем счастливого, до свидания. У нас первые дожди, все правильно. Мы переходим на Талю Матар. Соответственно, был дождь, грунт, все в земле, израиль, полный порядок. Окей. Всем счастливо, до свидания.